В жизни очень часто выгоды и издержки существенно разнесены во времени. На что это может повлиять? Представьте себе, что полгода назад вы купили дорогой билет на концерт любимой группы, но в день концерта все идет не так. Череда дедлайнов на работе, плохое самочувствие и проливной дождь за окном намекает, что ходить не стоит. В таком состоянии получить удовольствие невозможно. Но ведь оплачено. Поэтому чуть не валясь с ног от хронического недосыпа и проклиная погоду, вы все-таки садитесь в такси и направляетесь в сторону концертного зала, чтобы с трудом досидеть до конца первого отделения и не получив никаких положительных эмоций, таки отправиться домой. В теории оптимизации есть принцип оптимальности Беллмана. Какова бы ни была предыстория, надо не обращать на нее внимания и, начиная с текущего момента, вести себя оптимальным образом. Но люди не терминаторы, способные забыть о прошлом. Поэтому, с одной стороны, мы можем наблюдать нарушения этого принципа, а с другой эти нарушения позволяют придумать механизмы, повышающие наше благосостояние. Приведем еще один занятный пример, основанный на реальных данных, но на первый взгляд напоминающий тривиальную задачку по микроэкономике. Некоторая американская сеть фитнес-центров предлагала своим клиентам как разовые входные билеты за 10 долларов, так и месячные абонементы за 80. Сколько раз в месяц посещал фитнес-центр среднестатистический владелец абонемента? Казалось бы, решение задачи невероятно просто. Если я хожу заниматься спортом менее 8 раз в месяц, то мне выгоднее платить каждый раз по отдельности. А вот при 9 и более посещениях абонемент позволяет сэкономить. Но не все так тривиально. Статистика показала, что владельцы абонементов посещали фитнес-центр в среднем только 4,8 раза в месяц. Удивительно, но эти люди могли заплатить только 48 долларов вместо 80. Налицо явная нерациональность. И это не была разовая ошибка. Люди месяц за месяц платили по 80 долларов, не окупая понесенные затраты. Все дело в том, что люди ходят в фитнес-центры ради здоровья и красоты, но не всегда преодоление себя оказывается легким. Для большинства гораздо проще после тяжелого трудового дня отправиться в бар или кинотеатр, а не в тренажерку или в бассейн. И даже понимая разовом полезность занятий и спортом, многие не в состоянии себя пересилить, особенно если за удовольствие еще нужно платить. А вот если абонемент уже куплен, то пресловутое «оплачено» могут выступить в роли коммитмента, связывающего обязательства, заставляющего хотя бы 4,8 раза в месяц делать что-то ради своего здоровья.